Слушайте, только стоило мне сказать, что российское наступление на Харьков окончится пшиком и горой российских трупов вчера, так и ничем другим. Так на мой канал налетело количество российских ботов просто невообразимое. Я там просмотров меньше, чем комментариев от этих Орды Орков, Орды Орков. Хорошо звучит, кстати. Это я к чему веду? Опять же свой тезис повторяю постоянно. Гражданские. Военные знают, что делать и спокойно этим занимаются. Гражданские, не паникуйте. Огромные бабки вкидываются. У меня там каналу ютубовскому лет 13 уже, по-моему. Там звезды снимаю, планеты. И тут одной моей видеозаписи про то, что расисты там, не то, что Харьков не возьмут, хватило для того, чтобы там налетело огромное количество ботов. То есть это же там люди, которым платят деньги. И это все ради того, то есть эти деньги целенаправленно на Россию сейчас вкладывают. Вы представьте, насколько для них это важно. Они не в оружие это вкладывают, не в какие-то там средства поражения. Они вкладывают огромные, там, наверное, миллиарды долларов в то, чтобы создавать панические настроения. Вот так вот в интернете, в ютубе, в тиктоке там кого-то троллить. Так что гражданские, не паникуйте. Если вы где-то рядом с этим стрелечи, там, липцы, то понятно, что вам выходить надо просто, чтобы под огнем не оказаться. Там, где наши украинские войска будут молотить российских оккупантов. Не паникуйте, все будет нормально, никаких мешков. То есть вот это дня 4 назад, я же говорю, я как увидел эти рассказы наших украинских блогеров. Или, ну, по-моему, это засланные казачки, которые говорят, что Харьков мешок возьмут там под Киевом, капают, разбомбят. Это просто трэш. Ну, в общем, смотрите на динамику. Мы сейчас как раз, понимаете, какая ситуация? Я же 10 раз повторял, еще буду повторять, ничего страшного. Кто видел, кто не видел. В 14-м году у нас, подразделили, у меня лично, в 92-й бригаде, автоматы были исключительно, и офицеры еще пистолет, а гранаты еще были. Да. Ни БТРа, ни пулемета, ничего не было. Вот нападения ДРГ, они просто происходили. С этого момента, считайте, с 14-го года и сейчас, когда Хаммеры, в смысле французские бомбы эти высокоточные, Хаммерсы, сейчас вот срочно дала разрешение Америка на то, чтобы Германия поставила нам Хаммерсы, еще одну партию. Вот просто вот сейчас, вот 300-миллионный пакет. Это помимо того, что мы наконец-то за 7 месяцев дождались 61 миллиард пакет Америка дает, 4 миллиарда дает пакет Великобритания, 6 миллиардов дает пакет Германия. Это все вооружение. Это все будет приходить в этом году. Поймите, то есть у нас это все растет. А у россиян обратная ситуация получается. У нас добавляется вооружение, мы в 16 сейчас заходить будем. В россиян обратная ситуация. То есть, если начинали они свою войну на Т-90, да, вот в 22-м будем говорить году, и с 10 миллионами снарядов, которые они выпустили в 22-м году, то сейчас это уже атака вот здесь подработена на мотоциклах, на Уралах гражданских. Не гражданских, а как-то, ну, Росгвардию вот этой, да, ну, то есть в любом случае это не танк. Там какие-то сараи с дулами, вы видели же эти танки, да, которые бревнами обстелены вместо динамической защиты. Да, ну, то есть у них это сверху вниз идет, а у нас наоборот снизу вверху. Сейчас мы как раз находимся в той точке, где пересекаются эти восходящие и нисходящие линии. Два-три месяца вот эти ближайшие, они будут, ну, краеугольным камнем, будем говорить так. Это именно точкой бифуркации, вернее, да, не краеугольным камнем, а точкой бифуркации. Будет перелом именно вот сейчас. И дальше уже, ну, то есть Россия и дальше будут, кто им помогает сейчас? Северная Корея, Китай, да и то, Китай, вы видели, запрещают переводы денег. Запрещают сейчас, вот, повысил тариф на контейнеры в Россию, которые уходят. По-моему, с Китаем уже договорились, что он перекрывал краник. Сейчас посмотрим, Путин съездит в 15-м, вообще, когда там он числа собирается. Съездить в Китай, сапоги целовать Си Цзиньпиню. И посмотрим, что-то будет, пусть играет или не будет. Она все-таки сейчас, ну, вы меня простите, но у нас очень серьезная помощь сейчас идет. Так, перекрывают, а еще же там, забыл сказать, что проценты уже договорились европейцы с замороженных российских денег нам давать. Не переживайте, про Харьков вообще взять, это еще в феврале, с декабря месяца начали говорить, Харьков, Харьков, Харьков. Я тогда говорил, какой Харьков, о чем вы чешете вообще? Не смогли даже в 22-м году его забрать. Зашло там, пишет, там 100 человек только зашло. Какие 100 человек? 100 человек прорвалось в Харьков и там издохли. С нашей помощью, ну, в смысле, с военных. Перебьем, посмотрите на это, как на возможность перекрошить еще больше рашистов. Добавить нашей украинской земле чернозема. Ну, не паникуйте. То, что они такие деньги тратят на ЦИПСО, на то, чтобы в комментариях убеждать вас, что мы всех сейчас победим. Ну, это, по-моему, явный признак того, что у них других способов воздействовать на Украину не осталось. Все будет Украина. Не переймайтесь. Спасибо за субтитры engineering. Продолжение следует...